Здравствуйте! Я думаю, можем начать. Ровно 2.30. Давайте вначале представлю себя. Меня зовут Азат. Я автор подкаста «Больше, чем секс». Я очень рад быть на этом фестивале. Как здорово, что наконец-то в Центральной Азии у нас есть какой-то общий фестиваль подкастеров. И для меня большая честь сегодня представить вам следующего гостя из всем известного крутого издания «Медузы». Это Анна Часова. Она является шеф-редактором студии подкастов «Медузы». Я уверен, что наверняка вы один или два подкаста «Медузы» точно слушаете. Я слушаю три подкаста «Медузы». И мне просто очень радостно, что сегодня буду модератором именно у Анны Часовой. Она также является продюсером подкастов «Спервороди». «Ты же мать», «Калькулятор», «Творческие планы» на «Мочи Манту» и так будет. Надо будет спросить, как она успевает продюсировать такое огромное количество подкастов. Так, давайте убедимся, что Анна с нами. Анна, если вы нас слышите, если вы на связи с нами, можете, пожалуйста, включить камеру. Для тех людей, кто смотрит нашу трансляцию на Фейсбуке, мы смотрим, читаем все ваши вопросы. В конце сессии, после 40 минут выступления Анны, мы также озвучим все ваши вопросы, которые вы напишите в комментариях. Для всех остальных вы можете продолжать писать свои вопросы, пожелания здесь в чат, и мы их тоже, конечно, удовольствием озвучим. Здрасте, вот, супер, Анна здесь, отлично. Здравствуйте, здравствуйте, простите, пожалуйста, задержку, я с записи бежала и растянула сейчас на полу, потому что я очень торопилась. Здрасте, здрасте. Главное, что вы живы. Ну да, почти. Извините меня, пожалуйста. Отлично, супер. Вы записи подкастов? Да, да, мы сейчас записывали как раз подкаст, созванивались с ребятами из ЛА для того, чтобы записать очередной выпуск подкаста «Рекулятор», вот, и только-только что закончили буквально. Ох, как круто. Спасибо вам большое. У вас будет 40 минут, но я еще раз озвучу регламент, чтобы вы не все не забыли. У нас будет 40 минут на ваше выступление. Те люди, которые смотрят трансляцию на Фейсбуке, вы можете писать вопросы в комментариях, все остальные пишите вопросы в чате, я с удовольствием все это в конце озвучу. Вам слово, Анна, спасибо всем большое. Можно еще маленький вопрос? Да, конечно. Простите, пожалуйста, я эти вопросы уже не увижу, вы как-то сами будете мне их озвучивать. Да, 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 не переживайте, вы говорите. Да, вы мной, пожалуйста, руководите, потому что я буквально сплыл с жару. Всем привет. Я не знаю, сколько людей меня сейчас смотрят, слушают, есть ли такие люди, но представим, что они есть. Меня зовут Аня Чесова, я шеф-редактор студии подкастов «Медуза» и занимаюсь, в общем, в «Медузе» подкастами. Всем под нас какое-то количество фидов, и я примерно половину из них веду как продюсер, редактор, как менеджер, как человек, который придумывает и делает у них рекламу, и запускает новые проекты и так далее. Вот сегодня, значит, мы с вами поговорим про жанры в подкастах, и я надеюсь, что нас сейчас слушают люди действительно начинающие, потому что, когда я готовилась к своему выступлению, я, в общем, подумала, что, скорее всего, то, что я буду рассказывать людям, которые уже давно подкастами занимаются, ну, это такое… Я для них буду выступать в роли, скорее, капитана очевидность, потому что мне кажется, что максимально коротко рассказ о жанрах в подкастах можно уложить. Я вчера попробовала сделать, кстати, это упражнение, я накануне вечером села еще раз обостреть свои мысли, какого-то актуала, о чем я буду сегодня рассказывать, и я смогла уложить 40-минутный рассказ о жанрах в 4 пункта. 4 пункта, каждый из них состоит примерно из трех слов. Поэтому, если у вас нет времени, я могу буквально в нескольких словах рассказать, на какие категории делятся жанры в подкастах, и это займет у меня примерно полторы минуты. Но, конечно, так как у нас 40, давайте попробуем использовать это время для того, чтобы не только понять, в каких жанрах подкасты сегодня могут работать, но и как-то обозреть рынок, в принципе. И я буду приводить примеры разных подкастов, и я буду с вами откровенна, я не буду использовать для этих примеров англоязычные подкасты. И вот почему, потому что последний год, особенно этот пандемичный 2020, я по большому счету англоязычные подкасты практически не слушаю. Я настолько целиком сконцентрировалась на российском рынке. По многим причинам. Я помню, что когда подкастинг в России только начинался, и я, честно говоря, когда он в России начинался, не особенно активно подкастами интересовалась. Я работала с текстами, я вообще в первую очередь текстовый редактор, и большую часть своей профессиональной карьеры занималась текстами, новостями, фичерами и прочим. То тогда, в общем, я помню, что я посмотрела подборку на «Медузе», которая вышла, по-моему, в 17-м году, которую писала Лика Кремер еще в свое время. И там, по-моему, процентов 90 подкастов, которые рекомендовались слушателям, были на английском языке. Но при этом было понятно совершенно, что российская аудитория, как минимум российская, не очень активно потребляет контент на английском. Ну, в силу того, что у нас, мне кажется, в принципе, в России не очень многие люди хорошо знают английский до такой степени, что потреблять контент на нем. То есть сейчас, в 2020 году, и количество продуктов на русском драматически увеличилось, как мне кажется. И, в принципе, мы все стали заниматься подкастами, и когда ты слушаешь на работе 9-10 часов подкастов по работе, тебе сложнее уже потреблять их свободно от работы время. И чтобы понимать, что происходит на рынке в индустрии, в твоей языковой среде, нужно успевать все слушать. Поэтому я в основном действительно слушаю вот сейчас, последний год, в основном только русскоязычные подкасты. И я говорила с какими-то своими коллегами по цеху, с ними та же история часто происходит. И я поэтому сегодня в пример тоже буду приводить в основном русскоязычные подкасты. Простите меня, пожалуйста, на английском практически ничего советовать не буду. Но мы сегодня говорим о жанрах, и когда меня попросили перед вами выступить, мне сформировали тему так. Я зачитаю, у меня передо мной открыт документ. Тема называется «Не только интервью, другие форматы подкастов». И первое, о чем я задумалась, почему так тема сформулирована, не только интервью. Знаете, есть на русском языке такой мем про Бродского. Он звучит так. «Почитай уже, наконец, других поэтов». Шутка о том, что люди, которые интересуются поэзией на начальном уровне, часто читают в основном Бродского и любят только Бродского. Есть же еще другие поэты тоже. Почитайте, пожалуйста, и их. Вот тема моего сегодняшнего выступления сформулирована так, будто бы в основном подкасты выходят в формате интервью, а есть еще другие. И вот давайте, наконец, посмотрим на эти другие форматы и поймем, что же это такое. У меня нет ощущения, что подкасты в основном выходят в формате интервью. Более того, я сегодня утром буквально там за завтраком открыла топ российских подкастов, первые 10. Сразу выкинула оттуда вот эти музыкальные подкасты. И вы, если смотрите в топ Apple подкастов на русском, вы знаете, что туда регулярно и в топ популярных шоу, и в топ популярных выпусках попадают подкасты «Чилл», «Русский хит». Это такие продукты с музыкой. То есть люди просто слушают музыку как бы через приложение для прослушивания подкастов. Не очень понятно, зачем это делать, и тут многие над этим организируют. Но если мы выкидываем отсюда музыкальное шоу а-ля «Чилл», то у нас остается часть психологам, которые, да, интервью. Шоу, недавно появившееся в Apple подкастах «Марина Васад» про секс, да, и это монолог. «Психология на дожде» — и это монолог. «Отвратительные мужики» — «Сори» — и это разговорное шоу. Значит, «Закат империи» — и это монолог. «Снова Мария Новосад» — и это снова монолог. И деньги пришли. И это и разговорное шоу, в которое они там часто приглашают гостей и говорят с ними. Как видно, даже по этой разбивке, по большому счету, чаще всего, как мне кажется, в русском языке подкасты делаются именно в формате разговорных шоу. И это такая вот болтовня, как любят говорить, когда люди собрались. И это мультихост-шоу, когда люди собираются разговаривать друг с другом о чем-либо. О сексе, отношениях, воспитаниях детей, о книгах. Это могут быть образовательные проекты. Мне как раз кажется, что если формулировать тему корректнее именно по отношению к рынку подкастов, то скорее не только разговор, другие форматы подкастов стоило бы назвать то, о чем мы сегодня будем разговаривать. Потому что именно засилием, как мне кажется, разговорных шоу характеризуется рынок подкастов в России. Мое такое селективное ощущение. Ни на какой статистике не основано, исключительно эмпирическое наблюдение. И есть еще такая, как мне кажется, у нас в среде подкастеров такой взгляд, что разговорные шоу делаются просто, их очень много, и они уже всем надоели. И нужно работать в других жанрах, развивать другие жанры. Но при этом, при всем, если мы посмотрим на отклик аудитории, и это опять же сейчас будет учить на мои эмпирические наблюдения. Возможно, если бы на моем месте сейчас делал кто-то другое, он говорил бы что-то другое. Но мне как раз кажется, что именно разговорные шоу, основную аудиторию, это и собирают сейчас в подкастах. То есть мы посмотрим на прослушивание там нарративных сложных продуктов. Я, например, большой поклонник подкаста «Трасса 161». Это подкаст, который делает издание «Холод». Он посвящен двум большим уголовным делам о маньяке, во двух маньяках. То есть первый сезон одному маньяку, второй сезон – еще другому. Это сложный нарративный подкаст, сложное журналистское расследование. То вот, например, я читала пост, этот подкаст делает Алексей Пономарев. Он писал в одном из постов в конце года, что в среднем «Трасса 161» собирает 15 тысячный эпизод. Не знаю, насколько эти цифры корректны сейчас, потому что прошло уже какое-то время. Но я смотрю на сборы популярных разговорных шоу, ненарративных сложных документальных подкастов, именно разговорных. У них, конечно, прослушивание на эпизод гораздо выше. Наши, например, от 40, 50, 60 тысяч эпизод. Так что, когда мне говорят коллеги по рынку, что разговорные шоу всем надоели, это как-то не очень утверждается статистикой. На мой вкус. Поэтому, в общем-то, я бы скорее сказала, что мы сегодня будем говорить не только о разговорных подкастах, но и о каких-то других. Но именно разговорных, наверное, будет больше всего. Меня слышно же, да? Я просто не смотрю на себя. А вы знаете подкаст «Голос зоны»? Вы говорили «Трасса 161», он замечательный подкаст. Я вчера дослушала второй сезон «Голос зоны». Да-да-да, я тоже только сегодня с утра дослушала последний выпуск финальный второго сезона. Да, ну это хороший пример как раз документального подкаста. Но мы дойдем сейчас до этого и до примеров ненарративных подкастов на русском языке. Кто их делает, почему, как, зачем этот формат существует. Но их не так много, правда. То есть, если мы возьмем, как бы представим какую-то очень абстрактную диаграмму форматов подкастов, то большую часть этого круглого пирога будем занимать разговорные подкасты, немножечко смешанных жанров, да? И чуть-чуть это будет такая маленькая-маленькая узкая полоска ненарративных подкастов. Мне кажется, можно по пальцам двух рук перечитать сейчас в России. Причем потому, что на Западе, о котором, напомним, мы сегодня говорить не будем. Там их, конечно, гораздо больше. И мне кажется, что на любую примерно тему можно найти ненарративный подкаст на английском языке, который делается в Штатах. Ну так вот, я подумала, почему тема сформулирована именно так, не только интервью. Возможно, как раз из-за сверхпопулярности этого жанра на Ютубе, да? То есть, интервью на Ютубе, в Ютуб-шоу, это действительно материнский абсолютно жанр. Мне кажется, огромное количество существует этих Ютуб-шоу, разговор с интересным человеком. Мы все их знаем, самое популярное шоу, это и шоу Юрия Дудя. У него есть куча последователей сейчас. И это там часовые, иногда двухчасовые, двухсполовиночасовые разговоры с кем-либо, которые активно смотрятся. И на Ютубе эти шоу собирают даже на десятки тысяч, сотни тысяч просмотров. И это очень популярный формат. В подкастах, как мне кажется, не так. Не только в плане цифр, но и в плане жанров. И давайте еще вот маленькая ремарка по поводу того, я задумалась, а зачем вообще знать жанры подкастов? Зачем людям, которые слушают подкасты, делают подкасты? Вообще зачем знать эти жанры? Ну, понятно, что это, наверное, нужно тем, кто теоретизирует рынок, пишут статьи, учебники, подборки, материалы о том, что такое подкастинг в России. Но если ты человек, который делает подкасты, зачем тебе в деталях понимать вот эти вот многообразия? На самом деле не многообразия жанров. Жанров в подкастах мало, как мне кажется. Если сравнить количество жанров подкастов, количество жанров в текстах, это просто небо и земля. В подкастах, как мне кажется, их четыре в основном, мы к ним сейчас перейдем. А в текстах их там много наберется, гораздо больше. Зачем вообще тебе понимать, в каких жанрах подкастеры работают? Ну, и тут, наверное, ответ довольно простой, тоже кэпский. Простите, но мы сегодня для новичков. И для того, чтобы более осознанно подходить к производству собственного контента и выбирать оптимальный способ рассказать историю конкретно для твоей истории. Потому что это сейчас не для того, чтобы покритиковать коллег, а просто чтобы о своем взгляде сказать. Вот, например, мне кажется, есть такое мнение, что нарративный подкаст – это сложный, хороший продукт, разговорный подкаст – это такой простой, всем надоевший формат. При всем при этом, мне кажется, что не всегда именно выбор нарративного жанра оправдан. Вот, например, в 2020 году на русском языке вышел подкаст, который называется «Он про еду. Хроники еды». Это нарративный подкаст про еду. Мне вот, например, кажется, что в данном конкретном случае, когда вы рассказываете о том, как гастрономический рынок в десятых годах в России развивался, совершенно необязательно было использовать нарративный формат. По-моему, сложновато. Да, слишком много времени, очень много ресурсов, очень много людей в этом были задействованы. При этом, при всем, мне кажется, что интервью можно было вполне обойтись. Это не к тому, что там, ребята, я сделала бы лучше. Нет, мне просто правда кажется, что знание вот этих вот жанров, понимания их плюсов и минусов подводных камней позволяет оптимальным способом рассказывать свою историю. И опять же, еще одна маленькая ремарка. Я много раз слышу, что нарративные подкасты – это рассказывание историй, а все остальное – это просто болтовня. Я с этим категорически не согласна. Мне кажется, что любой контент в интернете, будь то подкаст, фильм, новость – это в любом случае история. Вы в любом случае рассказываете историю, даже если вы просто друг с другом болтаете о том, как вы воспитываете детей. Это все равно история. Просто это маленькие истории, рассказанные особым языком, или это большая история, рассказанная большим сложным языком. В любом случае, и там, и там история. Выбор способа рассказывания истории – это и есть выбор формата. Простите, я дверь закрыла, коллегишка. Ну вот, в общем-то, это такое большое, возможно, вступление. И давайте теперь перейдем к тому, какие жанры в подкастах сейчас существуют. Я вначале сказала, что я могу рассказать об этом за полторы минуты, возможно, даже меньше. Давайте, вот, загибаем пальцы. Первое – я что-то вам рассказываю. Второе – мы что-то обсуждаем. Третье – мы что-то у кого-то спрашиваем. И четвертое – мы вам что-то такое сейчас расскажем, как в кино. Вот, пожалуйста, четыре жанра в подкастах. Больше нету. Либо их какая-то комбинация. Я что-то рассказываю. Это монолог. Это однохостовое шоу, где один человек, единственный спикер, что-то рассказывает вам, неважно на какую тему. Там уже тематика шоу может быть любой. Мы что-то обсуждаем, разговорное шоу. И что-то обсуждать могут неограниченное, как мне кажется, число людей. От двух до бесконечности. Но обычно это два-три человека. Мы что-то у кого-то спрашиваем. И это то самое интервью. И мы вам сейчас рассказываем такое, как в кино. Это нарративный подкаст. Вот в эти четыре пункта укладываются все жанры подкастов. Давайте чуть подробнее об этом поговорим. Я вам что-то рассказываю. Это, собственно, и есть монолог. Это однохостовое шоу. Это шоу одного человека, в котором ведущий, он же эксперт, он же интервьюруемый, он все на свете. Он носитель экспертизы, он носитель харизмы. И вы слушаете шоу не только для того, чтобы потреблять знания, которые вам передает, но и для того, чтобы слушать конкретно его. Вы любите его голос, вам нравится то, как он рассказывает. Давайте я в пример приведу одно пока сейчас шоу. И это потому, что я вчера его немножко послушала, как раз опять по рекомендации телеграм-канала Алексея Пнемарева. Это шоу Сергея Пархоменко «Суть еды». Оно посвящено гастрономической истории. Собственно, Сергей очень увлекается темой еды. Он очень хорошо в ней разбирается. Он очень эту тему любит. И вот он запустил шоу, в каждом выпуске которого он рассказывает, откуда, как и когда появилась какая-нибудь еда, которую все мы едим. Ну, буквально, что такое васаби, как она появилась, что такое российский сыр, откуда он взялся, почему... Про мандарины. Про мандарины, про чай, вот просто все, что вы едите, что все, что находится на вашем столе, об этом есть. Там два сезона, по-моему, вышло. Никого, кроме Сергея, в этом шоу нет. С первой до последней минуты вы слушаете голос Сергея Пархоменко. Я просмотрела также книжку, которая вышла... Книга о подкастах не так много, но вот есть, например, одна из них, которую как раз на русский переводил Дмитрий Голуборский. Наверняка многие из тех, кто слушает меня сейчас, знают это имя. Эта книга называется «Пошумим, как делать хитовые подкасты», где чуть-чуть он там тоже касается разных жанров. Вот он жанр монолога называет «тирадой». Но мне кажется, в русском языке слово «тирада» имеет такое уничижительное какое-то значение, типа вот «тирада», что-то человек сел и что-то там вот, что-то вам тут парит. Но на самом деле это просто шоу одного человека. И здесь, мне кажется, дело не столько в экспертизе этого человека, хотя она, конечно, тоже важна, потому что, согласитесь, сложно держать на себе. Ну какой средний хронометраж выпуска подкаста? Полчаса, сорок минут обычно, ну до часа. Согласитесь, сложно одним единственным голосом и одним самим собой или самой собой держать на себе аудиторию такое время. То есть здесь мало того, что нужно обладать каким-то очень глубокими знаниями по теме, по которой ты рассуждаешь, но еще и быть очень харизматичным человеком, чтобы любили тебя, приходили слушать конкретно тебя. Ну вот я в пример могу только Сергея Пархоменко привести. И давайте еще немножко курьезный, может быть, пример. Вот это кейс, по-моему, последних двух или трех месяцев, когда в русский подкастинг, в российский, ворвалась Марина Васад. Есть такая девушка, это ведущая шоу на Ютубе. У нее была там какая-то своя аудитория, шоу про секс. А на русском языке подкастов про секс достаточно много. И многие из них популярные, тема горячая, сами понимаете. Вот Марина Васад в какой-то момент пришла из Ютуба в подкастинг и перенесла свое шоу, буквально калькировала его в подкастах. То есть вы сейчас можете зайти в Apple подкасты и просто в аудиоформате послушать о том, как Марина Васад, одна единственная, что-то рассказывает вам про секс. Я не буду перешлять темы эпизодов, чтобы никого не смущать. Каждый из вас может посмотреть, но вот буквально сейчас ровно два эпизода ее шоу находятся в топе Apple подкастов, в самые популярные эпизоды прямо сейчас. Казалось бы, наличие, ну как бы, казалось бы, на русском языке и так много шоу про секс. Мы, кажется, все уже послушали про это и прочитали, и посмотрели кучу всего. И тем не менее, Мария практически, по-моему, вот так вот стала популярна в подкасте. И тут, конечно, сыграло роль еще то, что свою аудиторию с Ютуба привела просто в Apple подкасты. Те люди, которые смотрели на Ютубе активно, у нее достаточно популярный YouTube-блог, пришли слушать ее в подкасты. Но я теперь ее шоу вижу в топе Apple подкастов просто постоянно. Она говорит одна. Больше ничего там нет, кроме ее голоса. Она просто рассказывает о своем опыте секса. Не могу сказать, что я рекомендую вам этот контент. Мне лично кажется, для меня лично, как для слушателей, это совершенно неинтересно. Но, судя по всему, отклик аудиторный громадный, потому что Мария постоянно в топе. Но, с другой стороны, мы опять не очень хорошо знаем, как формируется топ Apple подкастов. Там же не только количество прослушанных, не учитывается на что-то еще. Но, тем не менее. Вот, пожалуйста, вам два шоу, где один человек говорит что-то в микрофон и это активно слушают. Больше ничего тут нет. Есть такой подтип подобных шоу. Я хочу, кстати, еще тут сказать, что довольно редко можно встретить какой-то формат в чистом виде, который длился бы на протяжении всего фида. Да, вот только монолог и больше ничего в этом подкасте нет. Все эпизоды только монолог. Или только разговор и больше ничего в этом подкасте нет. Из выпуска в выпуск, мы только говорим на двоих о чем-нибудь. Как правило, подкастеры либо сами устают одного и того же формата, либо хотят аудиторию расстрелить чем-то дополнительно. Они используют еще какие-то форматы или элементы этих форматов своих шоу в некоторых выпусках или даже практически во всех. И вот, например, мне кажется, подтип вот такого подкаста монолога — это ответы на вопросы. То есть у вас есть подкаст, в котором вы говорите один о чем-то, потому что вы человек с экспертизой и с огромной харизмой, и вас любят. Но в какой-то момент, возможно, у аудитории накопилось большое количество вопросов к вам, и тогда вы можете собрать эти вопросы и отвечать на них весь эпизод. И этот формат вообще, в принципе, используют не только подкастеры, которые монологом общаются со своей аудиторией, но и подкастеры, которые в других форматах делают эпизоды там. Мы это делаем сперва ради, а это разговорное шоу, и во многих других подкастах, которые не являются монологом. Но вот ответы на вопросы слушателей, когда вы не просто что-то делитесь своей экспертизой, а делитесь экспертизой по запросу точечному от слушателей, это тоже, по-моему, под какой-то, под вариант монолога. Есть, мне кажется, пограничный жанр между монологом и уже мультихостовым шоу. Это когда ведущих двое, но один из них является носителем какой-то глубокой экспертизы, а второй выступает скорее с позиции обычного слушателя. Ну, представим себе подкаст об инвестициях, например, для широкой аудитории. Тема довольно сложная для среднего слушателя и для обычного человека. И в таком шоу, например, два человека, один из которых очень хорошо понимает в инвестициях, а второй такой вот обычный человек, который задает этому специалисту вопросы. Казалось бы, ведущих двое, но один как бы главнее, чем второй, понимаете, да, о чем я говорю. И поэтому разговорным шоу вот в полном смысле, на мой вкус, это назвать нельзя, потому что один является источником знания, а второй помогает ему этим знанием делиться. Это не интервью как бы и не разговор полноценный двух собеседников. Это некая коммуникация, в которой один ментор, а второй попытается эти знания из него вытащить и помогает аудитории лучше понимать, потому что специалисты часто говорят сложно, и им иногда нужно помогать. Ну вот я могу привести несколько примеров в той или иной степени чистоты, да. Ну вот, например, есть подкаст в студии «Либо-либо как посмотреть», он про театр, да, где одна из ведущих, Саша Серкалева, человек, который хорошо очень разбирается в театре, да, много лет ходит в театр, и очень много об этом знает. И соведущая ее как раз типа обычный человек, который в театр ходит очень редко, что-то про него слышала, но не особо как бы знает, но хотела бы разбираться. Она скорее на позиции обычного слушателя и скорее транслирует его, да, какое-то мироощущение по теме. Они разговаривают вдвоем и делают этот подкаст вдвоем, и тем не менее именно Саша здесь, значитель экспертизы, а Лизы нет. Но тут нужно оговориться, что это не подкаст, основанный на их разговоре только, да, там есть и нарративный элемент, и элемент интервью в этом продукте, очень много всего. Это такой сложный продукт, который сложно, как мне кажется, отнести к какому-то одному жанру. И тем не менее, вот этот элемент его, я бы выделила, да, вот этот пограничный, как бы такой пограничный разговор между монологом и беседой полноправной. Подкаст о русском языке на Медузе выходит в Розентале и Гильдрестерне, которые ведут Пахомов и Садиков, где Пахомов специалист по русскому языку, да, как бы мы все знаем его как главного редактора сайта Грамоты.ру, и Садиков, который, ну, как бы, он носитель русского языка, он работник, бывший работник радио, но при этом при всем, конечно, носителем основного знания здесь является Пахомов. Есть, у нас был подкаст, например, про медицину, который называется «История болезни», который вели Александр Ершов, это сейчас научный редактор Медузы, и Кристина Фарберова, она блогер и бизнесмен. Они рассказывали о разных заболеваниях, но при этом именно Ершов, носитель научного знания, Кристина помогала ему переводить его знания с научного языка на язык обычного человека, который не всегда понимает медицинских терминов. Можно ли назвать это полноценной беседой? Ну, все-таки с каким-то смещением, да, потому что Кристина помогала Саше рассказывать о медицине и делилась каким-то более лайфстайловым таким взглядом на медицину. Не знаю, если мы говорим о псориазе, то Саша рассказывал всю медицинскую информацию, а Кристина рассказывала, не знаю, словно, кто из звезд болел псориазом, и как это заболевание отразилось там в поп-культуре. Но, как бы, крен такой экспертизный тоже чувствовался. Это такое, знаете, если очень грубо, это знаток и дурак, эксперт и журналист, да. Их может быть не двое, их может быть трое, но один всегда, как бы, обычный человек, а второй – носитель знаний. И, например, вот, пример с инвестициями, вот есть подкаст «Деньги делают деньги». Это подкаст Московской биржи как раз про инвестиции. Там есть обычный человек с деньгами, и его ментор, значит, специалист по инвестициям, который помогает ему деньги вложить. Тоже не совсем полноправное общение. И как оппозиция шоу «Подкаст-калькулятор», где два эксперта говорят друг с другом полноправно, и тут мы переходим к следующему подкастному жанру – это разговор двух украинских людей о чем-нибудь. Третий пункт – мы говорим о чем-нибудь. И мы абсолютно равны в нашем понимании этой темы. Что бы это ни было – родительство, литература, деньги, и что угодно еще. И таких шоу как раз вы очень много найдете на рынке, когда двое, трое или даже четверо хостов о чем-то говорят. Популярные, я думаю, все вы слышали много раз. Например, подкаст «Деньги пришли», который ведут Илья Красильщик, Александр Поливанов. Они говорят о деньгах и не только, также о себе, о своей жизни, о чем угодно еще, о рынках, о покупке машины. Это может быть что угодно, но при этом при всем никто из них не главный. Я думаю, что если бы я попробовала охарактеризовать как-то это шоу, это два человека, которые не очень хорошо разбираются в деньгах, но очень харизматичны. У них есть свои роли. И часто именно в таких разговорных шоу, это вот именно шоу, когда у каждого из ведущих есть какое-то свое амплуа, которое очень легко охарактеризовать и проследить. Не знаю, так вышло. Это разговор двух людей о новой этике. Это Катя Крангаус и господин Бабицкий, которые выбирают какой-то один сложный этический вопрос о современности и обсуждают его. И у них тоже очень хорошо прослеживаются, как эмоциональные роли между ними распределяются. Из них никто не главный, но при этом при всем, мне кажется, часть... Я, по крайней мере, слышала от постоянных слушателей этого шоу. Я не являюсь, но у меня многие друзья очень активно его слушают. Когда вот одна часть аудитории больше сочувствует точке зрения Кате, и вторая больше сочувствует... И другим, наоборот, не очень нравится Кате, как выразить, в какой-то позиции больше нравится господин Бабицкий, ты всегда как-то прикипаешь к кому-то. Так же, как, например, я часто читаю комментарии на Apple подкастах, не только у своих шоу, но и у других, которыми я вообще никак не занимаюсь. И там тоже можно часто встретить, например, под деньгами пришли, что кому-то там не очень нравится, как, значит, Илья Красильщик перебивает Александра Поливанова, кто-то болеет за Поливанова, кто-то за Илью Красильщика. Это вот именно что не всегда экспертный разговор. Это скорее разговор людей, которые тебе нравятся, тебе нравится химия между ними. Очень любят подкасты говорить, что это химия во время записи, да, между собеседниками она должна быть. Вот разговорным шоу – это драматически важный момент. Здесь не всегда важно поделиться знанием, но здесь очень важно поделиться настроением. Мне кажется, что как раз, например, подкаст «Деньги» пришли, у меня многие знакомые об этом говорят, они слышат для того, чтобы тоску развеять. Так же, как и шоу «Спервороди», которое я хотела привести в пример тоже. Это шоу, которое выходит на «Медузе», три молодых опса, отца обсуждают родительство и своих детей. Нельзя сказать, что Юра, Саша и Вова, ну, как бы какие-то очень большие, подкованные, экспертизные специалисты по родительству. Не в большей степени, чем любые другие родители. Но между ними есть такая химия, да, они очень много шутят, и они очень хорошо подзаряжаются друг от друга. И каждый из них еще — это какой-то конкретный характер, очень конкретное амплуа, что за этим очень интересно наблюдать, что бы они, в принципе, не говорили. И это очень популярное шоу, действительно любят, потому что они создают настроение у слушателей. И одна из самых частых реплик, которые мы получаем, а подкаст «Спервороди» пишут очень много, да, слушатели постоянно пишут письма «Спервороди», «Я слушаю вас и смеюсь в метро, на меня все оглядываются, я слушаю вас по утрам, чтобы поднять себе настроение». Вот мне кажется, что как раз один из главных таких миссий, таких разговорных шоу — это создавать у людей настроение. Я когда, еще до того, как я начинала заниматься подкастами, я много думала, а почему вообще люди слушают, а кто-то разговаривает с другом о чем-то. Мне это долгое время вообще было непонятно. Потом я поняла, что люди взрослые после какого-то определенного возраста, когда они уже обременены проблемами в работе, с семьей, им часто не хватает простого, смешного, разряжающего эмоционального разговора. И в подкастах они это находят. И часто именно в разговорных шоу, которые так любят ругать сейчас мои коллеги по цеху, потому что якобы надоели, слушатели надоели, правда. Людям важно, если между ведущими в разговорном шоу есть эта химия, слушателям это очень помогает, буквально в смысле слова жить, как-то проживать какие-то свои негативные эмоции и как-то отвлекаться от повседневности. Но на самом деле разговорное шоу не обязательно это просто болтовня о чем-либо. Это может быть экспертный продукт, вот как скажем, не знаю, подкаст «Книжный базар», где Анастасия Завозова и Галина Язюфович рассказывают о книгах. Они обе носители экспертизы в теме. Это разговорное шоу, да, но эмоциональное оно нет, оно скорее образовательное. Они рассказывают о книгах, о разных жанрах, о новинках книжной индустрии, о каких-то темах внутри вот этой большой темы книги, литература. И их слушают не только потому, что между ними есть химия, а между ними есть. И между ними тоже распределены вот эти характеры эмоциональные достаточно четко. Если вы хотя бы один эпизод слышали, вы поймете, о чем я говорю. Но при этом при всем они еще дают знания, причем довольно насыщенные, да, как бы. Я, например, когда слушаю книжный базар, я там прямо конспектирую то, о чем они говорят. Я думаю, что подкаст «Норм» довольно популярный сейчас, очень популярный. Тоже можно назвать примером такого разговорного шоу, хотя Настя и Даша используют в каждом из выпусков практически и элементы других жанров. И интервью, там бывают и нарративные вставки, и прочее. Но при этом при всем в первую очередь это авторское шоу двух молодых женщин, да, которые самостоятельно выбирают темы и говорят о них то, что они думают. Поэтому даже вот как бы слово, вот этот жанр разговорный подкаст, который, как казалось бы, такой простой, понятный, вот с полочки его возьми, посмотри на него, положи, потому что надоело. На самом деле даже внутри разговорных шоу есть разные градации. Да, это может быть что-то образовательное, что-то очень эмоциональное, что-то очень авторское, да, вот где важна очень личность того, как ты смотришь, что ты думаешь о том, о чем ты говоришь. Но при всем при этом, мне кажется, очень важный компонент здесь, вот так же, как в монологе, очень важно, чтобы автор этого монолога был невероятно харизматичен. Здесь, да, важно, чтобы каждый из хостов был харизматичен, но чтобы как бы соединение этих харизм давали химию, потому что бывает такое, я была свидетелем того, когда невероятно харизматичные люди, очень умные, да, ну вот не получается у них как-то классно коммуницировать с друг с другом, потому что все-таки подкаст разговорный, это не когда сначала один сказал, а потом второй сказал, да, это вот разговор в самом золотом своем понимании. И это не всегда бывает просто организовать, даже если хосты невероятные классные харизматичные люди. Давайте попробуем двинуться в сторону нарративных подкастов, но вот какой-то промежуточный жанр, мне хотелось бы привести два примера, когда разговорное шоу, строящиеся на разговоре конкретных людей, да, которых вы слышите из выпуска в выпуск, начинают проявлять себя как полонарративные продукты. Вот, например, «Сперва роди», напоминаю, это разговор трех отцов о родительстве, есть эпизод, послушайте его, если вы никогда не слышали, я прям дословно сейчас скажу, как он называется, «Когда путешествия с детьми бесит», репортаж из «Безумные поездки». Что происходит? То есть вы понимаете, что когда вы говорите о родительстве, вам нужно в каждом выпуске выбирать какую-то одну тему, да, небольшую, и на ней фокусировать свое разговор. Вот как раз так и было, выбрали тему путешествия с СМИ, что-то об этом говорили, но при этом, при всем параллельно, да, к тому, как этот эпизод продюсировался и записывался, одному из ведущих нужно было как раз с детьми из Риги в Москву на машине доехать. И как любой порядочный подкастер, он записывал, да, эту поездку на диктофон, и так получилось, что, я не буду спойлерить, внутри этой поездки произошло ЧП, да, и все это было записано. И это уже такая репортажная история, вы понимаете, да, которая была встроена в обсуждение, и вот тут разговорное шоу превращается в полонарративное. Либо у нас также в Пироди уже примерно спустя год была ситуация, когда нам нужно было очень быстро записать эпизод на Новый год. Мы вышли с каникул, был январь месяц, нам пора выходить уже с подкастами. Но так случилось, что один из ведущих конкретно Вова уехал в отпуск, а записываться нужно. В отпуске у него нет связи особо, да, да, и не хочется человеку из отпуска записываться. Что делать? И тогда я подумала, ну, что делать, что делать? Мы, наверное, можем попробовать заимствовать какие-то элементы других жанров в этом разговорном шоу. Мы поговорили с ребятами, я поговорила с Эльдаром, который монтирует этот подкаст. И мы попросили Вову, во-первых, записать аудиодневник из своего отпуска, а они с женой поднимались на гору как раз примерно в те дни, когда мы записывали эпизод. А во-вторых, мы перелопатили все наши старые выпуски и повытаскивали оттуда реплики Вовы, какие-то типичные для него. И сделали такую нейросеть. То есть мы предупредили слушателей, что в этом выпуске нет Вовы, но есть его аудиодневник, а также есть его реплики из других выпусков, из которых мы сделали такого робота Вову, который что-то просто ляпал периодически. Там, а-ха-ха, смешная шутка и так далее. Разговорно ли это шоу в полном смысле, вот конкретно в этом эпизоде? Да нет, пожалуй. То есть это такой полунарративный выпуск с использованием у меня аудиодневника, такой здесь репортажный элемент есть, а также с использованием элементов прошлых выпусков. И мы часто такое делаем. То есть когда хочется как-то расширить, выйти за рамки разговорного шоу, что-то в него добавить. И также часто в разговорных шоу, конечно, появляется интервью. Это то самое интервью, которое заявлено в названии вот того разговора, который мы сейчас с вами ведем. Потому что внутри разговорных шоу, понятно, тоже часто появляются гости. Мы, например, сперва ради сделали целый сезон с гостями. Мы приглашали просто... Мы в какой-то момент поняли, что мы немножко исписались. Что вот три сезона, три человека разговаривают о родительстве. Обо всем уже поговорили. Вот все темы, которые могли обсудить, все были уже обсуждены. А шоу хочется продолжать делать, и аудитории хочется продолжать его слушать. И тогда мы придумали приглашать разных отцов с разным опытом в каждый из эпизодов. Это мог быть воскресный отец, отец, который все время в командировках, отец, который, я не знаю, воспитывает много детей, отец, у которого родились тройняшки, то есть три ребенка одновременно. Он, вообще-то говоря, на одного рассчитывал. И так получилось, что разговорное шоу превратилось в разговорное шоу-слэш-интервью. Когда вы все время говорите с каким-то героем, который вот только в этом конкретном выпуске появился и больше никогда в нем не появится, вы как бы интервьюируете его, да. Но при этом это не совсем стандартное интервью, когда был задан вопрос, был дан ответ, переходим логически к следующему вопросу. Все равно интервью в таких шоу адаптируется под живую беседу. Это происходит и в «Деньги пришли», куда тоже зовут людей. Это происходит в «Худжи», популярный очень подкаст и ютуб-шоу, и видео-версия его, и аудио-версия тоже. Там тоже, мне кажется, чуть в меньшей степени вот именно интервью-интервью, если мы возьмем и сравним это с условным шоу «Дудя», где в основном говорит герой, а роль ведущего сводится к модерации того, что говорит герой, к задаванию ему вопросов, то в подкастах разговорных, слыша-интервью, немножко не так, мне кажется, все устроено. Здесь все-таки интервью пытаются часто переодеть вот в такую живую беседу. И сейчас, например, мы к этим интервью, вот скажу честно, не особо готовимся. Ну то есть мы как, потому что все-таки, как бы, если вы хоть раз интервью брали у кого-то, вы знаете, что это долгие, долгое время подготовки. Вы садитесь, изучаете биографию человека, читаете его прошлые интервью, смотрите, что с ним сейчас происходит, составляете некий свод вопросов, который должен быть достаточно логичен, то есть вы не хаотично задаете вопросы. В подкастах мы часто, когда зовем разговорные шоу, кого-то и как бы переходим немножко из одного жанра в другой в данном конкретном выпуске, мы часто к ним не готовимся так тщательно. То есть мы обсуждаем, о чем мы с человеком будем говорить, накидываем какие-то хайлайты, которые будем обсуждать. Но наша цель здесь как раз не делать так, чтобы интервью выглядело как интервью, а чтобы интервью выглядело разговором, в котором все являются полноправными участниками беседы. И таким образом мы как бы соединяем два жанра и получается что-то среднее между ними. Но при этом при всем чистое интервью, когда вот собеседник, вот гость, вот вопрос, вот ответ тоже есть. И я честно сейчас порылась как раз перед лекцией, чтобы найти такие подкасты, не YouTube-шоу, и смогла вспомнить, нашла два из тех, которые сейчас в каких-то там двадцатках, тридцатках. Это, во-первых, шоу Кристины Возовской «Это провал», которое, ну вот это интервью, она зовет разных людей и говорит с ними о тех периодах их жизни, когда что-то пошло не так. Где-то они провалились, что-то не получилось, что-то было не так. И это, да, чуть-чуть похоже на разговор, но это все-таки интервью чуть более чистое, чем когда в подкаст «Деньги пришли» приходит какой-то гость, как мне кажется, или когда в подкаст «Сперва ради» приходит какой-то гость. Есть новостной подкаст «Что случилось на «Медузе»», он ежедневно выходит, и это тоже интервью. Берется тема дня новостная, которая горит прямо сейчас, берется какой-то один спикер, который в ней разбирается, и ведущий говорит с ним именно в формате интервью. Это не беседа. Здесь нечего обсуждать, но здесь есть, что послушать, потому что этот человек разбирается в теме, а ведущий больше проводник, да, он помогает слушателю узнать больше благодаря эксперту. Но мне кажется, что подкастов, которые из выпуска в выпуск, активно используют формат чистого интервью, вот именно такого классического, достаточно мало. Ну вот, возможно, кто-нибудь в комментариях мне сейчас напишет, да, и скажет, ты дура, ничего не понимаешь, на самом деле таких много, и вот тебе список, наверное. Но мне кажется, что их на самом деле, ну, как бы я бы не смогла назвать даже десятка, пожалуй, потому что, повторюсь, мне как раз кажется, что разговорных подкастов и разговорных интервью засильнее сейчас, а не чистых интервью. Ну и давайте быстро перейдем к нарративным, потому что, мне кажется, у нас заканчивается время. Да, у нас совсем чуть времени осталось. Да, хотя на самом деле нарративным подкастам по-хорошему и нужно было бы посвятить большое количество времени этого разговора, потому что нарративный подкаст – это самый сложный и по времени затраченным, по количеству ресурсов, по вложенным силам, да, и по результату из всех вот этих жанров. Мы все прекрасно понимаем, давайте будем откровенны, разговорный подкаст просто записать. Вы садитесь, разговариваете и расходитесь. Часто ведущие к ним не то чтобы особо готовятся, да. Взять интервью-разговор довольно тоже просто, да, там вы позвали гостя, подготовились, сказали, нарративный подкаст делается долго. Что такое нарративный подкаст? Максимально коротко – это как документальное кино в звуке. Повторюсь, мне не очень нравится говорить о том, что только нарративные подкасты рассказывают историю, мне кажется, что все, но нарративные подкасты рассказывают истории, используя приемы документалистики в прямом смысле. Включите подкаст «Трасса 161». «Трасса 161» – это не интервью про маньяка со специалистом по маньякам, это не интервью с журналисткой, которая расследовала это дело как журналист, это именно что, документальная история, в которой вы услышите голоса родственников жертв, голоса жертв, голоса людей, которые расследовали это дело, журналистки, которые этим занимались, а также там есть некий такой медиатор, авторский голос, голос Алексея Пономарева, который помогает, он дополняет рассказ. Там вы услышите звуки автомобилей, звуки телевизионной хроники, репортажей новостных, и все вот это вместе создает картину. Вы слушаете кино в буквальном смысле о том, что это было за уголовное дело, что за женщины пострадали от этого маньяка, что это был за человек, и как все это происходило. И мне как раз кажется, здесь очень хорошо сравнивать, потому что я люблю первый сезон трассы гораздо больше, чем второй, и вот у первого сезона трассы 161 про маньяка и лебедя есть текст, вы можете послушать подкаст об этом деле, а можете прочитать большой текст. Вот мне как раз кажется, что это идеальный пример того, когда подкаст невероятно сильнее, чем текст. Текст тоже потрясающе великолепный, мне нравится, но если сравнивать по силе воздействия эмоционального, на меня, как на потребителя контента, то это примерно вот так. То есть подкаст я не могла остановиться, потому что когда ты слышишь, когда голоса людей, которые были непосредственно в этой истории, когда ты слышишь все эти звуки, слышишь новости, ты буквально оказываешься там, тебе это буквально обеспечивает эффект присутствия, чего текст не может тебе дать и близко. И попробуйте, если вы никогда не слушали трассу, попробуйте послушать первый сезон, а потом прочитать текст. И вы поймете, что эмоционально здесь сила воздействия просто максимальная. Вот зачем нужны нарративные подкасты. Когда у вас есть сложная история, вы можете рассказать ее так, что человек ему буквально с мысли штырит. То же самое в «Эпицентре». Это довольно мощный, извините, очень мощный подкаст про врачей в коронавирус. Я помню, что слушала его, когда первая волна пандемии началась в России. Это буквально аудиодневник врача о том, как он работает в эпицентре коронавируса. Я вас перебью. У нас просто времени все меньше остается. Давайте, да, извините. Давайте я просто быстро скажу, какие я подкасты хотела еще. Если вы вдруг не слушали пока нарративные подкасты, я рекомендую конкретно. Первый сезон «Трасса-161», подкаст в эпицентре, подкаст «Перемотка», подкаст «Голос-зона» и подкаст «Пачка сигарет» про группу кино. Послушайте эти пять, и, наверное, вы будете многое знать о том, что сейчас происходит с нарративными подкастами в России, которых пока еще очень мало. Все, я закончила. Спасибо большое. Мы бы с удовольствием слушали вас дальше. Нам бы успеть ответить на вопросы людей. Так, я начну снизу. Если кто-то писал в начале, извините, сейчас я до ваших вопросов дойду. Так, вот у нас такой вопрос. Как вы оцениваете популярность и будущее подкаста в чистом виде? Подкасты в Ютубе. Почему сейчас больше популярны подкасты на Ютубе, хотя есть площадки для подкастов в корне? Можно еще раз немножко понять смысл вопроса? Как я оцениваю перспективы именно аудиоподкастов в России? Да, скорее всего, именно в чистом аутистичном виде, в котором мы представляем, подкасты в подкасты. Короче, вопрос такой, не убьет ли Ютуб подкасты? Типа того, да? Ну, я надеюсь, да, мы правильно поняли. Стоит ли поделать подкасты с видеоверсией? Я думаю, что честный мой ответ будет, я не знаю. Вот, прямо откровенно. Потому что мне кажется, что количество именно подкастов чисто в аудио, без видеоверсии, количество аудитории, количество не растет очень интенсивно в последний год. То есть, вот как было два года назад популярный эпизод на русском языке в России, мне кажется, это 50-60 тысяч прослушиваний. Так и сейчас, и в 20-м году это так, и в 21-м году это так. Если эпизод собрал 100 тысяч прослушиваний, можно самим себе поаплодировать, мы молодцы. Нельзя сказать, что это число, вот это вот показатель успешности продукта, как-то сильно выросло за последние 2-3 года. Скорее аудитория была какой-то такой, вот так она осталась. Она не утекает, но и особо не притекает. При этом при всем на Ютубе мы увидим обратную картину. И в подкастах с аудиоверсиями, и просто в Ютуб-шоу с интервью. Там аудитория постоянно растет. Именно в Ютубе все деньги, в Ютубе сотни тысяч и миллионы прослушиваний, просмотров уже, извините, и так далее. Не знаю, бьет ли одно другое, честно. Не хотелось бы, вот так скажу. Но есть ощущение, конечно, что мы либо никогда, либо очень нескоро догоним видеоконтент. Стоит ли делать подкасты с видеоверсией? Видимо, стоит, потому что я смотрю на количество просмотров на Ютубе подкасты с видеоверсиями. И если вы... Конечно, подкасты с видеоверсией популярнее. Возьмем тот же Куджи. Я знаю, что ребята из Либо-Либо сейчас снимают видеоверсии. Вот, собственно, подкаст так вышел, сейчас выходит видеоверсия. Я как-то заходила посмотреть, там были какие-то тысячи просмотров. По-моему, они растут, насколько я поняла. Медленно, но растут. Как мне показалось. Может быть, я не права опять же. Видимо, стоит, да. Но это, конечно... Мне кажется, что подкасты с видеоверсией это просто какой-то отдельный жанр. Ну и подкаст с деньги пришли. Они вроде тоже попробовали сделать один выпуск, видео последний. Не видела пока, если честно. Я посмотрю. Но в любом случае, мне кажется, подкасты на Ютубе, если мы не берем кейс с Куджи, это какая-то вообще отдельная история. Опять же, мнение очень понятное. Но если мы берем просто продукт, который появился сначала в аудио, а теперь пытается выйти в Ютуб, ну, вы все равно посмотрите на эти просмотры на Ютубе. Это все равно... Они все равно не конкуренты Ютуб-шоу. Это, ну, 3 тысячи, это 5 тысяч, там 8 тысяч просмотров на Ютубе, подкаст с видеоверсией. Но для Ютуб-шоу это мало. На Ютубе совершенно другие показатели. Поэтому, повторюсь, ответ не знаю. Честно. Честно, не знаю. Так, давайте дальше. А вопрос от Анетты Кремер. Как сделать лекционный монологичный формат интереснее, если рассказываешь про сложные философские вещи? Есть ли какие-нибудь приемы? Такой сложный вопрос. Ну, например, в подкасте так вышло, они говорят все-таки о философских социальных дилеммах, но там это, конечно, больше разговорный жанр. А вот в чистом виде, ну, наверное, подкаст Арзамаса, но там тоже все очень... Ну, подкаст Арзамаса – это чисто образовательный проект. У вас есть... Любой подкаст Арзамаса вы возьмете, о чем угодно, да, неважно о чем. У вас есть конкретное знание, которое вы несете в массы. И это больше лекция, чем подкаст. Ну, я понимаю, что здесь вопрос терминологии, как угодно можно назвать, как моя бабушка говорила, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Но я так поняла, что вопрос немножко в другом, да, как сделать так, чтобы слушатель тебя полюбил, да, не просто тебя слушал ради знаний, а любил тебя как транслятора этого знания. Ну, как бы, если бы, знаете, человечество обладало знанием о приемах, я думаю, мы все любили друг друга. Харизма – часто ужасно неуловимая вещь. И мне иногда кажется, особенно в последний год особенно, что людям сейчас, в этой точке времени и пространства, не столько нужно знание, сколько нужна какая-то эмоция у вас. Вот люди любят, я часто, например, ну, почему люди слушают подкаст «Деньги пришли» и что о деньгах рассказывают по ливановскому сельщикам? Примерно ничего, да, потому что они, ну, как бы они не эксперты в этой теме. Давайте будем честны при всей моей огромной любви, да, к двум. Но их слушают не за этим, да, их слушают, потому что они вот такие невероятные, смешные, классные люди, которые дружат друг с другом и которые друг с другом очень классно взаимодействуют. Сложно напялить при этом, при всем, вот эту эмоцию на ситуацию, в которой вы сидите и что-то сложное философское кому-то рассказываете. Но при этом, при всем, что-то в вас должно быть эмоционально, какой-то нерв, да, чтобы хотели слушать именно вас об этом, а не читать книжки, смотреть шоу на Ютубе или, не знаю, документалку на Нетфликсе. Потому что это банальная мысль, да, которую все повторяют, но сейчас все конкурируют со всеми. Огромное облако, а сейчас еще плавхаус появился, да, про который все говорят, что сейчас он убьет подкасты. Пока не уверена, но при этом при всем, вот человек обычный, у него есть выбор, посмотреть новую документалку на Нетфликсе, почитать в интернете лонгрид, послушать десятки подкастов на русском языке и поговорить с друзьями или послушать какую-то болтовню в клабхаусе. Почему он должен сделать выбор в пользу вас? Особенно, если вы что-то сложное рассказываете, да. Наверное, у вас что-то должно быть такое невероятное. И вот он прием. I'm very sorry, как бы быть очень каким-то, ну, найдите свою роль, найдите свое амплуа. Мне кажется, людей любят за амплуа. Вот за то, кто вы. И я много раз разговаривала с людьми, которые ведут разговорные шоу. Многие из них, как бы, говорят, ну, конечно, мы чуть-чуть докручиваем себя. Конечно, это все равно, ты как бы трансклируешь, да, свою точку зрения или свое знание. Конечно, ты в этом чисто честен, но при этом при всем ты чуть-чуть, как бы, немножко играешь. Ты все равно находишь, выбираешь роль и понимаешь, что это за роль. Ты можешь о ней рассказать в трех словах. Кто ты, да, какой ты человек. И почему ты делаешь имя? И вот через призму этого подавать все, что вы говорите. Неважно, что это сложный философский разговор или легкий, нефилософский. Вот так думаю. Ну и, к примеру, мне обязательно всегда, наверное, сложно говорить, действительно сложное. Вот относительно свежий подкаст, это вам не сказки, а Тарзамас, это очень клевый пример того, когда говорят о биологии, о животных, но в очень клевом жанре. Вот как раз, о чем вы говорили, когда есть специалист, биолог, а есть маленький ребенок, ну ладно, это не ребенок, это третий классик, который задает такие очень хорошие, смышленные вопросы, ты понимаешь, он даже гораздо больше, чем ты знает, но все равно, благодаря тому, что он там присутствует, ты чувствуешь какую-то приближенность. Он представляет всех этих людей аудиторию, которая действительно ничего не знает. Мне кажется, это хороший пример того, когда можно говорить о сложном, не сложном. А вот еще вопрос, можно ли считать аудиокниг подкастами, спрашивают? Нет, конечно, нет. Нет. Нет, нельзя. Потому что эта книга, прочитанная в звуке, вот и все. Первичный материнский формат здесь другой. Вообще, в подкастах не читают и считается дурным тоном начитывать текст. Даже если мы вообще сейчас вынесем за скобки аудиокниги и поговорим просто о том, можно ли читать что-то прочитанное по бумажке подкастом, с большой натяжкой можно, но в подкастах не читают. Считается, что это слышно и что это искусственно. Если это, конечно, опять же, не нарративный подкаст. Там понятно, что вы вот эти какие-то перебивки между смысловыми блоками скорее всего будете зачитывать, особенно если они основаны на фактах. Но аудиокнига это аудиокнига, а подкаст это подкаст. Спасибо. И просят повторить название книги по подкастам. Это вроде книга Дмитра Голубковского, да? Нет, нет, нет. Он перевел ее. Я, к сожалению, не знаю, как правильно ставится ударение на фамилии автора, но его зовут Эрик Нюзум. Ню. Первая Ю, вторая У. Книга называется «Пошумим. Как делать хитовые подкасты». А Дмитрий Голубовский просто перевел ее на русский язык. Там, по большому счету, я не дочитала ее до конца, поэтому с чистым сердцем не могу вам ее прям рекомендовать-рекомендовать, но он ведет вас от точки понимания, о чем вы хотите делать шоу, до, как бы, собственно, создания вашего продукта. Он там буквально даже дает упражнения, как понять, что вы хотите делать, да, как в нескольких словах описать тот продукт, который вы хотите делать. В том числе, немножко проходится там по жанрам, приводит в пример какие-то там англоязычные подкасты, в том числе. Почитайте, ну, она не очень большая, например, вот такая. Она у нас тут есть, просто я не дочитала. Все? Да, так, это получаются эти вопросы. У меня был еще свой вопрос. Вот, когда вы измеряете популярность подкастов на Медузе, мне интересно, вот, вы говорили сейчас про то, что, возможно, надо держать зрителя. Это вот и схемия какая-то, когда люди держатся благодаря тому, что они привязались к роли этих людей, а может, потому что им просто нравится эта тема. Когда вот вы измеряете популярность подкастов на Медузе, скажите, пожалуйста, какие сейчас наиболее популярные подкасты на Медузе, как вы думаете, почему они популярны? Какие причины, почему эти именно топ-3 подкасты на Медузе? Потому что сейчас у Медузы очень много стало подкастов, какие-то три наиболее прослушиваемых, какие, как вы думаете, как вы оцениваете причины, почему именно эти подкасты популярны? Можно я четыре назову? Давай, если четыре. Давай, да, на Медузе четыре самых популярных подкаста. Первый подкаст, самый популярный, который и на эпизод собирает больше всего прослушивание, и в неделю. Но в неделю, вы сейчас поймете, почему. Это ежедневный подкаст, что случилось. Понятно, что так как он пять раз в неделю выходит, то в неделю его сборы гораздо больше, чем подкаста, который выходит раз в неделю. Но при этом, при всем, и на эпизод он за сутки. Понятно, что, ну, несмотря на то, что подкаст позиционируется, как это подкаст новостей, которые долго останутся важными, по большому счету, все-таки, да, очень важно, чтобы именно в первый день, до выпуска следующего эпизода он собрал основную аудиторию свою. Он собирает от 30 до 50-60 тысяч прослушиваний на эпизод. Это очень много. Почему популярен? Потому что это новости, а, б, на русском языке мало, практически нет новостных подкастов, тем более ежедневно. И это как бы актуальный разговор об актуальном, довольно короткий, обычно 20-30 минут, и все, и побежали. Люди слушают это, чтобы быть в курсе. Второй популярный подкаст «Книжный базар» это разговор Анастасии Завозовой и Галины Зюфович о книгах. Двух очень знающих женщин, разбирающихся в литературе, двух конкретных, представителей с двух конкретных характеров, вот послушайте один эпизод, вы поймете, о чем я. Анастасия такой больше зануда, у нее такое амплуа зануды, и Галина Зюфович такая вот, более эмоциональная. Они вот как лед и пламень, да, выступают часто. Это разговор о книгах, люди любят читать, и людям очень нравится Галина и Анастасия. И это, ну, это, вот я думаю, что если что случилось на первом месте, то следующие три, которые я назову, они примерно, вот у них равновеликая аудитория. Это «Книжный базар», это «Сперва роди», юмористическое шоу, да, где три отца обсуждают родительство. Почему популярны? Потому что смешно. Потому что ребята очень классные, дружат друг с другом, и потому что это смешно. И этот подкаст слушают люди без детей, часто. Огромное количество писем приходит, у меня нет детей, я не планирую, но обожаю слушать ваш подкаст. Очень много слушает детей, подростков и даже маленьких детей. «Привет, у меня 14, но я слушаю ваш подкаст». Потому что это смешно, легко, это, правда, поднимает настроение. Если я начинаю свое утро с редактирования этого подкаста, у меня, как правило, все хорошо с настроением целого дня. Легкий очень контент, ты отдыхаешь на нем душой, люди не всегда хотят образовываться, чаще хотят отдохнуть, эмоцию получить. И подкаст «Калькулятор», как ни странно, это подкаст о деньгах. Я помню, что когда мы запускали, запустили первый выпуск этого шоу, ко мне подошел один коллега по цеху, я не буду называть его имени, подошел ко мне на вечеринке, когда я делала глоток пива, и сказал мне, послушала вчера ваш новый подкаст про деньги, «Невероятное скучище». «Невероятное скучище» за полтора года стало соперничать по аудитории с юмористическим подкастом «Спервороди» и перегонять его, потому что подкаст про то, как инвестировать и как откладывать деньги, как считать копейку, собирает от 50 до 100 тысяч на эпизод. Ну, там, в течение какого-то срока, но, тем не менее, за первую неделю 30 минимум. Почему? Да, это, правда, занудный контент, серьезно. То есть вы прям должны сесть и прямо думать все 40 минут, что вы это слушаете, потому что там очень много фактологической информации, очень много знания по финансовой грамотности. Согласитесь, финансовая грамотность не звучит сексуально. Но при этом при всем людям, видимо, произошло какое-то накопление капитала в России, людям как-то хочется понимать, куда им деньги девать. И они это слушают, и они любят слушать, они пишут по огромным количествам письма в этот подкаст, заказывают темы, просят продолжать. Вот, пожалуйста, книжки, родительства, деньги и новости. Четыре. Все остальные подкасты собирают меньше на недосте. Некоторые гораздо. Спасибо большое. Если вкратце резюмируюсь, я понимаю, очень важна эта естественность и атмосфера разговоров. Простого разговора, чтобы человек, когда слушал, он думал, что он рядом присутствует и кто-то подслушивает. Когда естественность происходит в подкасте, все равно... Можно еще какое-то уникальное знание добавить сюда, например. Дикой химии может не быть. Вот в подкасте калькулятор дикой химии между ведущими нет. Или что случилось там. Тоже, а я особо химии не чувствую, но я слушаю постоянно. Или BBC, или Медуза, что случилось. За счет того, что хочется быть на властном повестке, постоянно слушаешь. Спасибо вам большое. Я бы быстро сказала, что нужно просто закрыть какую-то потребность слушателя. А потребностей много может быть. Нужно просто понять, какую закрываете вы. Или какие. Все. Спасибо вам большое. Я напомню всем, что с нами была Анна Часова, наш шеф-редактор студии подкастов Медузы. Только Чесова. Чесова, извините, пожалуйста. Нормально. Пардон, пардон. Она занимается продюсируемым подкастом с первого родителя. Сжимать калькулятор, творческие планы, на мочи манту. Так и будет. Я не знаю, как все это успеваете делать. Прудом. Что, спасибо вам большое.